Всем здравствуйте! Это новости Турции. Кто открыл подобное видео впервые на YouTube, я расскажу о том, что я просто блогер, не профессиональный журналист. Я живу в Турции и перевожу на русский язык наши новости здесь, в стране, что у нас происходит. Новости взяты из открытых официальных источников, просто переведены на другой язык. В инфобоксе под видео я всегда оставляю ссылку. Открывайте, подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Давайте приступим. Итак, на данный момент мы начнем с геополитики, долгоожидаемая, долгожданная встреча Эрдогана и Путина. Изначально Эрдоган говорил о том, что встреча будет в августе, напоминаю, сегодня сентябрь, и пройдет она в Турции, происходит она сейчас в Сочи. Хочу рассказать о том, как в турецких СМИ преподносят эту встречу, что об этом говорят, какие были общательные ожидания. Естественно, президента в данной ситуации восхваляют, говорят о том, что это единственный, практически единственный человек в мире, который может встретиться и с Зеленским, и с Путиным, договориться с тем и с тем. У него есть подход к каждому, какие-то взаимодействия. И условно это человек, который может поспособствовать мирному урегулированию. Если мы берем просто граждан, да, они это смотрят как новость в газетах, в телевидении, в интернете читают. Да, интересуются, но супер какого-то ажиотажа по этому поводу я бы не сказала, потому что очень много своих внутренних проблем в стране есть, о которых я расскажу чуть-чуть попозже. Конечно, все ожидают разговор по поводу зерновой сделки, о новых правилах. И, что удивительно, буквально два дня до этой встречи официально ООН прорабатывала план о том, что условия зерновой сделки, ее продление или, назовем так, возвращение России к этой зерновой сделке, условия такое, что с Ростельхозбанка снимут ограничения по SWIFT, да, чтобы оплаты проходили, и снять санкции и запрет в Европе на деньги, которые были заморожены у России. Посмотрим, какой будет результат после этой встречи. На данный момент пока что конкретной информации нет, но сейчас уже из первых данных говорится о том, что подтверждается, что Турция дальше продолжает свои взаимоотношения с Россией. Будет газовый хаб, атомная электростанция продолжает строительство, скоро у нее там будет открытие в первой половине следующего года, запуск будет все-таки. Официально Турция входит в альянс стран с ядерным потенциалом. Также Эрдоган поблагодарил Путина за самолеты-амфибии, которые Россия предоставляла бы 12 стушений и лесных пожаров, которые были месяц назад. Для тех, кто не в теме, напомню, что это услуга платная, потому что об этом очень много споров было под видео на канале. И также еще была фраза и благодарность о том, что Россия одна из первых стран, кто подставил плечо во время землетрясения, то есть после него помощь была. То есть все-все-все вообще, что за этот год происходило, какие были взаимодействия между стран, это все подчеркивалось. Естественно, любые встречи президентов происходят дипломатически, когда уже есть заранее договоренности. Президенты никогда в холостую не летают. Поэтому буквально несколько дней назад, неделю назад у нас было путешествие, я в прошлых новостях об этом рассказывала, министра иностранных дел нового. Он был и в Украине, и был в России, встречался в России с Лавровым, в Украине с Зеленским встречался, видео тоже было в прошлом выпуске. И как вчера, это была новость последняя, Зеленский поменял министра обороны. В общем, новый министр это крымский татарин, работал он при турках в своей жизни, у него опыт был. В общем, для Турции это очень близкий человек. И в турецких СМИ вчера эту новость преподносили, как это своевременное решение, но не, скажем так, учитывая поездку иностранных дел Турции в Украину до этого. Что он там, назовем так, какое-то влияние разговор был на эту тему. Если мы берем саму Турцию, буквально вчера все прилинули к телеэкранам, был в прямом эфире, матч женская волейбольная сборная подтвердила, словно забрала последний кубок, она стала чемпионом Европы, до этого они выиграли чемпионат мира. То есть, ну все, на максималках просто не забрали все эти звания, регалия в своей сфере. Смотрела вся страна вчера, все очень радовались, аплодировали, танцевали, плясали, когда все это пошло. Ну, в Турции всегда это очень бурно отмечают, различные футболы, победы, какие-то соревновательные моменты. За ними это, знаете, не заржавеет, они любят очень сильно. В прямом эфире вся страна за этим следила, и реально им удалось вырвать победу. Буквально в последние 10-15 минут они забили три решающих мяча до этого. Они шли настрям нас друг с конкурентками, с противниками, и вот буквально победу вырвали. Потому что уже был момент, там, перед минут 20 до окончания матча, когда они даже проигрывали в парочку мячей. Поэтому, короче говоря, многие уже боялись о том, что могут и не выиграть. Почему эта победа очень важна? И уже в СМИ, буквально вечером, как бы обострение назовем, сейчас расскажу об этом попозже, появились уже картинки, как, о, это последний удар, последний шлеп. Потому что религиозное общество, религиозные турки критикуют все светское. И также были проблемы до начала чемпионата, еще несколько месяцев назад. Очень в СМИ это обсуждалось, дискутировали, дебаты шли на эту тему. Люди обсуждали, что религиозные были против женщин в спорте, и в принципе против женщин в спорте. Что они должны быть более закрыты и не публичные. А тут еще в шортах, еще такие условно полураздетые. И вообще это не женская история, они такие типа с мужскими характерами, поведением, такие сильные, волевые и так далее. Кстати, я хочу сказать, что в турецкой сборной, это далеко не только в турчанке, там очень много иностранок. И иностранок, которые имеют гражданство из-за этой игры, из-за волейбола им гражданство давали. Там есть много вообще иностранок, на самом деле, там далеко не полная турецкая, если мы так смотрим, да, по национальности. Девушек, спортсменок, это совсем не турчанки там только играют. Разношерстная вообще команда. И, в общем, часть общества, напоминаю, что у нас где-то примерно 50 на 50 разделено, а половина общества была против. И вчера буквально, когда они победили, поздравил их, конечно же, президент и светские, ликовали и говорили, вот вам последний, типа, удар, последний, типа, панч. Вы были против, они нам победу принесли, выиграли вообще все чемпионаты, Кубок мира, Кубок Европы, они самые лучшие во всем мире, типа, а вы, типа, хотели их подавить. И опять же, к теме религии и светскости мы возвращаемся к этим столкновениям, что, мол, если бы вы их задавили, не позволили, а девушки не играли бы, страну мы, как светское культурное государство, и в спорте, в том числе, и в культуре, мы бы, типа, не продвигали. А были бы там зашоренными, в общем, вы понимаете, да, вот эти споры. Так что в обществе сейчас несколько тем обмусоливаются, очень острых тем. Первая главная тема — это конфликты религиозных и светских граждан. Очень много стычек, много видео в интернете, когда либо снимают платок, либо ругаются, перепалки словесные, светские накидываются на религиозных, ну, потому что их проще видно, да, закрытая, например, одежда какая-то. Они в общественном транспорте обычно это происходит, происходит на улицах, докапываются, прямо оскорбляют, с ними платок, там, или уезжают, там, Арабистан, они это называют, какие-то арабские, типа, страны, а мы здесь за светское общество. С другой стороны точно так же религиозные на светских накидываются в других моментах, где-то ругаются, толкаются, всякие истории, короче говоря, есть этого очень-очень много. Это острая тема. Вторая острая тема в обществе. Почему вот эта религиозная тема и светская сейчас максимально? Потому что, да, прошли выборы, и сейчас очень много тем, много видео, об этом тоже в прошлый раз, новостей в прошлом выпуске говорила. Тема больная очень про арабов, нелегальных иммигрантов, которые просто лезут в страну. Очень много дыр в наших границах страны, очень много роликов, как из Пакистана, Афганистана, из Ирака, из Ирана. Люди просто, 50 человек, 100 человек проходят по границе, там, всякими горами, полями, всяко-разно, короче говоря. Просто границы дрявые. Не везде там стоят, конечно, на каждом метре часовые, они этим пользуются. За неделю, буквально за последние три случая, когда возле Мармориса, возле Чанакале и возле Измира пограничники задержали надувные огромные катера, лодки. Надувные, но не как катера, они помещают там 47-50 человек нелегальных мигрантов, которые приплывали к берегам, пытались высадиться, их, короче, поймали. Это вот 150 человек за неделю только поймали. А сколько их поймали? Это просто огромное-огромное количество людей. В чем проблема? В том, что такие люди нелегально живут, не устраиваются, не платят налоги, у них нет денег, это из бедных стран люди. И это, конечно же, плодит криминал, убийство и всякое такое прочее. Поэтому очень сейчас крайне негативно в обществе абсолютно практически все относятся именно к нелегалам, к иностранцам арабского происхождения. Сейчас на данный момент в банках есть, назовем так, негласная блокировка украинцев, русских и сирийцев, граждан с этими паспортами трех стран, которым в банках не открывают счета сейчас. Он, по крайней мере, в Стамбуле. Сколько это продлится, еще неизвестно. Мои знакомые обращались и им отказали. И вот эта форма, то есть я при этом, назовем так, присутствовала, вела диалог с сотрудником банка об этом, спрашивала что-то как. Он сказал, ну подождите, мы сами не знаем, как дадут отмену, так мы, собственно, и будем оформлять. У нас типа ничего, проблем у нас нет. Нам запретили открывать карты банковские. В валюте, в лирах неважно, открывают только ВАКФ банк и еще какой-то, не помню какой. Но там все максимально будет прослеживаться, ваш счет, налоговая, проблема в поступлениях иностранных валют, налоговые из вот этих стран, ну, Сирис, это понятно. И Украина, и Россия, это потому что неизвестно происхождение денег этих людей, чтобы они их не отмывали. Или вы указываете там налоговую декларацию своей страны, или у вас должен быть официальный источник дохода в стране и так далее. Короче, вот на данные. А, Зират банк и ВАКФ. Зират и ВАКФ сейчас открывают. Но там я слышала, вообще он мне сказал, что ВАКФ вам можно открыть, типа, будет счет, но онлайн-банк не сможет, гражданин с иностранным паспортом России, Украины или там в Сирии, скачать приложение, активировать его. Оно будет заблокировано, типа, вы можете пользоваться счетом, только вставлять карточку в банкомат, снимать там деньги и так далее. Я с этим столкнулась в двух отделениях банков, ни в одно мы зашли, везде был отказ, и прям открыто мне объяснили, почему. То есть, извините, мы правда открыть, но нам запрещено открыть пока что. Типа, аля, месяц-полтора, не знаем, какой срок, но, типа, приходите попозже. Был ответ вот такой. Осенние, были сильные дожди в Самсуне, и Самсунг, говорят, просто затопило. Там были просто адские потоки воды, и рядышком там еще выпал град размером реально с куриное яйцо, побило машины, дома различные. Но Самсунг затопило капитально. Там около больше сорока человек пострадавших, раненых, там кто-то что-то сломал, конечности какие-то. То есть, люди, которые были госпитализированы или обратились к врачам за помощью официально. Два человека пропали без вести, их смыло куда-то потоком воды. Один уже скончавшийся, одного человека нашли. Одного маленького ребенка потеряли, которого тоже смыло водой. И там даже в городе разломило, размыло таким вот этим потоком воды асфальт, прям в центре города. И обрушение произошло на 40 сантиметров. Глубина вот этой ямы огромной в асфальте, просто на ровном месте. Туда, конечно, попадали машины. Машины несколько десятков пострадали. То есть, их не только смыло, там как-то перекорежило, поломало. Которые три, страховку должна это покрывать. В общем, которые там будут, типа на данный момент им нельзя пользоваться. Не скажу, не подлежат восстановлению. Но людьми, они вышли из строя. Их надо там ремонтировать, либо как-то в порядок приводить. В общем, вкладывать туда деньги. А еще два дня назад в Малатье, Диарбакыр, в той стороне, в Газиантепе тоже видно было. У нас вечером упал метеорит. Огромный, зеленого цвета, очень большой, мощный. И до сих пор не было никакой официальной информации, места, либо его не нашли, куда он упал. Пока что об этом информации конкретной не было. Об этом в новостях тоже обсуждали. Кто же найдет, это может быть очень дорого найти, его осколки. Какого он вообще диаметра и размера был, когда он через атмосферу проходился, что от него вообще осталось. Это было поздним вечером. И там очень много камер записали это видео. Даже на свадьбе одной люди танцевали. Позади них упал этот метеорит огромный, оставил за собой зеленый хвост. Но пока что его кусочки останки от метеорита не нашли. В Денизле 6 человек погибли и больше 20 получили ранения, обратились за помощью к врачам. Там, ну это техническая неполадка. Грузовик был груженый песком для стройки. И у него что-то там сломалось. Ему что-то тормоза отказали или еще что-то. Он, в общем, вышел из строя у водителя. И врезался в вот этот рейсовый межгородской автобус, в котором было около 50 человек пассажиров. Вот. И 6 человек погибли. И 20 с лишним обратились за помощью к врачам. У нас обновилась статистика свежая по разводам в стране. И сейчас на 100 заключенных в бараках в среднем 32% развода в стране. Вступили у нас новые правила, касаемые объявлений о недвижимости или продаже транспорта. Можно продавать также через сайты различные. Так же, как там Авид какой-нибудь, да, или еще что-то. Автору, например. Ну, автодром. Там, господи, ну, всякие разные, да. Но недвижимость и автосредства, то есть какие-то большие суммы, где есть продажи, теперь можно регистрировать свой аккаунт только с официального подтвержденного аккаунта государством. То есть это должен быть реальный человек с паспортными данными, номерки млека при регистрации указывается. Вот этот, знаете, подтвержденный аккаунт, когда ты не просто зарегистрировался как анонимка, обвел паспортные данные, там у тебя галочка условно в личном кабинете появилась, только подтвержденные такие аккаунты теперь могут официально публиковать такие объявления о продаже. Недвижимости или там машин. Потому что участилось количество там мошенников различных, участилось количество обманов по сдаче также жилья, в том числе суммы-то большие, когда контракт за год за жилье, представляете? Ну, губернатор Стамбула просто подтвердил официально там о том, что запрещено употреблять алкоголь в публичных местах, там в парках, на набережных, где, в местах, где нет официальной лицензии на алкоголь, то есть кафе, рестораны, которые продают алкоголь, там с ним, в них употреблять, конечно же, можно. Ну, например, прийти на пляж, пить алкоголь, и, например, никакого кафе или пляжа нет, то есть ты самостоятельно это делаешь, нельзя, штраф 617 турецких лир, 23 доллара. Или если пляж, но у него есть лицензия, ну, там официальный пляж, да, и там продают алкоголь, там можно употреблять. Где, в общем, есть лицензия, можно, где нет, нельзя. Парки, центры, публичные места и так далее. Напомнили об этом, что, типа, ну, это правило было всегда, оно не новое в законодательстве, но напомнили о том, что, в общем, полицейские будут проверять. Имейте в виду, чтобы вы не удивлялись, что это делать нельзя. Вот такие новости Турции на данный момент. Спасибо вам всем за внимание. Оставляйте обязательно комментарии, делитесь этим видео в соцсетях или в WhatsApp, отправляйте знакомым, пусть и они посмотрят. А YouTube будет понимать, что видео нужное и предлагать его еще большему количеству новых зрителей. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Подписывайтесь. До новых встреч. Всем пока.